Здравствуйте, дамы и господа! В эфире эконом-класс, канал о путешествиях и разумном потреблении. Сегодня я расскажу вам о своем треудневном маршруте по Азербайджану. И самое главное, как мне удалось проехаться по всему Азербайджану и не лопнуть от количества съеденной еды. Это действительно реально было сложно. Мы прилетели в Баку вечером, и первое, что бросилось в глаза, это какие-то километровые восточные ковры, которые расстелены по всему аэропорту. Это, конечно, смотрится очень круто, ходить по ним удобно и мягко, но я каждый раз ловила себя на мысли, как же это все убирается, и как быть теми, у кого аллергия на такого количества ворсов. Мы взяли такси и поехали в апартаменты. Мы снимали апартаменты недалеко от центра Баку. Для троих человек это казалось более экономным вариантом. И вечером я заглянула в Google Maps и начала искать неплохой ресторан поблизости. Я всегда пользуюсь Google Maps. По крайней мере, такой мой восьмилетний опыт показывает, что там меньше всего придуманных и спонсированных, оплаченных отзывов. И, в общем, с этого ресторана началось наше объедательное путешествие по Азербайджану, потому что азербайджанская кухня, она не только вкусная, она сумасшедшая, дешевая, и ее дают, очень много подают. Ну, это был просто пир. И если вы соберетесь в Азербайджан, я вам очень рекомендую взять с собой побольше ферментных препаратов, потому что тяжело переваривать это такое обилие вкусной, и, я бы не сказала, совсем легкой пищи. Так вот, мы в ресторане взяли пиде, это что-то среднее между пиццей и хачапури. Потом мы взяли ашгару плов, он состоит из сухофруктов и говядин, очень вкусный. И я всегда пью сухое белое вино. Мне посоветовали местную марку, называется она Савалан. Она показалась очень недурственной, и вообще, хочу сказать, азербайджанский вина очень-очень даже себе ничего. В первый день мы решили познакомиться с Баку. Начали свое знакомство с Приморского бульвара. Это такая широченная набережная, очень длинная и очень широкая, и она очень интересно оформлена. Там такие кусты и деревья с необычно вырезанными какими-то формами, такие прикольные очень. И очень интересные скамейки. Они сделаны в духе нон-конструктивизма, то бишь там нет ни одного угла и прямой линии. И вообще в Баку очень любят обтекаемые формы. Еще одно здание с обтекаемой формой мы на него набрели, когда шли по Приморскому бульвару. Он с виду, вот если присмотреться к нему, то видно, что он похож на свернутый ковер. Ну и, как нетрудно догадаться, это и есть музей ковра. Это must-have для всех, кто приезжает в Баку, потому что такого количества уникальных ковров я больше нигде не видела. Может, я не все места посещала, но в Баку очень крутой музей ковра. Он состоит из трех этажей. Чем выше, тем современнее. Третий этаж занимает ковры, которые сделаны в эпоху СССР и в постсоветское время. И вот мне он показался самым интересным, ну, может, потому что я каких-то вещей не знала раньше. Потому что для меня всегда ковер был, это какой-то набор узоров. А там не ковры, а настоящие живописные полотна. Причем какие-то из них несут явно идеологическую нагрузку. Например, вот ковер, где показано, как мужчина и две женщины сдают нормы ГТО. И если внимательно присмотреться к женщине слева, то видно, что она явно бегает не по велению партии, а по велению своего сердца. Что только не изображали на коврах советской эпохи. И нефтяные вышки, и о покорении космоса, и какие-то восточные сказки, и даже Шостакович, который задумался над чем-то, ну, видимо, над какой-то новой симфонией. Честно говоря, для меня это стало каким-то мировоззреческим потрясением, потому что как можно изобразить, выткать, не изобразить, а выткать небо вот с этими переливами синего-голубого цвета. Как можно выткать море? Айвазовский-то один только умел рисовать море, а тут его выткали. Или как можно выткать одухотворенное человеческое лицо? Вот для меня это за гранью понимания, и для меня это стало таким большим открытием, что я никогда не видела, как на ковре можно изобразить настоящее живописное полотно. Ну, следующим пунктом нашей программы стал, конечно, старый город Баку. Он, как любые старые города, очень такой пошарпанный, такой потрепанный временем, и очень здорово, что его не ремонтировали особо и сильно не реставрировали, то есть штукатуркой не покрывали, как делают некоторые знающие люди. И вот там чувствуют вот этот запах времени. Обязательно нужно побродить по этим узким улочкам. Там очень интересные лесенки такие между домами. Ну, конечно, все поднимаются на девичью башню. Это визитная карточка Баку. Обязательно нужно посетить дворец Шерван-Шахов. Это династия, которая правила в Шерване. Это государство находилось на территории нынешнего Азербайджана. И такая обязательная часть визита в старый город – это сфотографироваться на том месте, где смешно падали Никулин с Мироновым, герои знаменитой «Бриллиантовой руки». Кстати, в «Бриллиантовой руке» Баку исполнял роль Стамбула. Вот я недавно была в Стамбуле, я там отмечала 2021 год. Если интересно, кстати, посмотрите, бродила, искала, место, похожее на старое Баку, так и не нашла. Уже смеркалось, и мы отправились на улицу красных фонарей. И раньше там действительно промышляли женщины с низкой социальной ответственностью. А современные архитекторы, художники очень прикольно и остроумно обыграли эту историю. Они поставили красные фонари, ну, такие современные, стильные, чем-то даже похожи на икеевские лампочки. И мне показалось это очень интересным решением. Прямо 5 баллов. А там же неподалеку находится площадь фонтанов с очень интересными фонтанами. Вообще, вот Баку я бы назвала таким музеем современного искусства под открытым небом. Потому что там много таких зданий, скульптур, фонтанов с какими-то неординарными, очень интересными решениями. Но, к сожалению, фонтаны не работали. И это еще один минус визита в Баку в феврале. Кстати, я забыла еще сказать про один минус. Вот когда вы будете гулять по Приморскому бульвару, а если это будет дело происходить зимой, то там будет такой ветродой, вот реально сносит с ног. Поэтому, если поедете зимой, возьмите с собой теплую шапку, шарф и замотайтесь перед тем, как ваша нога ступит на Приморский бульвар. Ну и когда совсем-совсем стало темно, мы поднялись на смотровую площадку Нагорного парка. И, в общем, это была самая такая интересная и очень эмоциональная точка, завершающая наше знакомство с Баку, потому что оттуда открывается очень красивый вид на ночной город с огнями. И оттуда видны вот эти знаменитые пламенные башни. Это три самых высоких небоскреба Баку. И на эти небоскребы инсталируется световое шоу. Это очень красиво, это очень впечатляет. И, в общем, мы такие воодушевленные, вдохновленные, пошли домой спать. Второй день в Азербайджане мы решили посвятить знакомству с окрестностями Баку. Ну и первым делом поехали в археологический заповедник Габустан. Это место, где одно из немногих мест в мире, где обнаружили наскальные рисунки. Я хочу сказать, у меня произвело сильное впечатление вообще то, что делали наши предки, потому что я поняла, откуда растут ноги нынешних логотипов. Вот они это делали намного раньше, чем нынешние дизайнеры, потому что две-три черточки, два-три штриха, и возникает целый образ, целый ритуальный рисунок. А позже эти рисунки были уже перенесены на ковры, и вот все восточные ковры, они несут в себе какие-то послания. Все узоры, которые вы видите на восточных коврах, они не просто так ради красоты, они все несут какое-то послание. Помимо, собственно, самих наскальных рисунков, очень красивые скалы, необыкновенно живописные, они даже образуют какие-то такие, я бы сказала, даже какой-то арт-объект. А и необыкновенно красивый вид на долину. Там стоят лавочки, ты можешь присесть и просто медитативно посмотреть вдаль, подумать о вечном. Вот если бы не наш плотный график, я бы тоже там сидела и зависала, и тупила час-другой с удовольствием бы. Но впереди нас ждало не менее потрясное зрелище – это грязевые вулканы. Вот прям готовая декорация для какого-то фантастического фильма. Может быть, использовали, но реально стоят вот такие вулканчики, их много, и в их жерлах булькает грязь. И она прям так темной дорожкой вытекает из вулкана. А недалеко от грязевых вулканов еще одно впечатляющее зрелище – это нефтяное озеро, огромное нефтяное озеро. Мы его назвали озером богатства. Вообще Баку, оно не просто стоит на нефти, оно вот купается в нефти. Когда ты едешь по городу и уже выезжаешь за пределы, нефтекачалки занимают целой кварталой. Не просто там небольшой, а вот целой квартал огороженной. Снимать, кстати, не разрешают, говорят, там какие-то секреты. Но вот самую интересную, очень большую и красивую нефтекачалку мы обнаружили недалеко от Баку, или это может быть даже Баку уже, не знаю, ну как бы окраина Баку, либо за пределами Баку на берегу Каспийского моря. Мы рядом с ней пофоткались, естественно. И вот если дальше ехать из Баку вдоль побережья, то начинается сеть санаторий в курортных отелях. И там же оборудованы пляжи, и на этих пляжах стоят очень симпатичные кафешки, прям с видом на море. И мы остановились в модном месте, нам его посоветовали, называется «Долга», в переводе с азербайджанского это «волна». И мы сели в домик у моря, и тут началось еще один кулинарный беспредел, потому что нам начали нести всякие вкусности местные. Нам принесли бараний сыр и маринованные сливы. Вот, кстати, маринованные сливы – очень интересное блюдо, мне понравилось. А дальше понесли кутабы. И вот о кутабах отдельная песнь, потому что для меня это стало открытием. Вот как вы себе представляете, кутабы – это такая лепешка небольшая, внутри которой там всякие разные начинки. Нам принесли не лепешки, а шарики. То есть настоящий кутаб, он должен быть надутым. Мы взяли, они в кутабы кладут все, что вообще растет и движется. У нас были кутабы с тыквой, с зеленью, с сыром, с верблюжьим сыром, с верблюжьим мясом, по-моему. В общем, это все было безумно вкусно. И, кстати, очень легко. Настоящий кутаб, он легко естся, он надутый кутаб, естественно. Он легко естся и оставляет легкость у себя в желудке. Вот такие легкие, сытые. Мы поехали дальше по побережью, вдоль побережья, в поселок Шихова. Он находится в 16 километрах от Баку. И там находится архитектурный шедевр исламского Азербайджана. Это мечеть Биби Эйбад. Правильно? Эйбад, правильно. Сразу скажу, что здание новое, это видно, потому что старое здание было взорвано в 1936 году в процессе борьбы с религиозными предрассудками. Его восстановили, не восстановили, а заново построили по проектам где-то в начале 2000-х. И оно, конечно, красиво, оно необыкновенно красивое. И снаружи, и изнутри. Там стены отделаны такой изумительной, изумительными керамическими изразцами. Люстры очень красивые, ковры, там же ходишь босиком по этим коврам. Я вам очень рекомендую посетить очень красивая мечеть. А рядом с мечетью находится древнее кладбище с покосившимися то ли от времени, то ли от взрыва такими надгробиями. Они не одного прямо стоящего надгробия, они все какие-то туда-сюда, туда-сюда. И зрелище, конечно, одновременно и жуткое, и атмосферное. Ходишь по нему, и такое впечатление, что с древними духами разговариваешь. На третий день мы взяли машину с водителем и отправились в сторону Кавказских гор, в сторону Грузии. А наша цель визита была поселок Лагич. Он находится прямо в горах. И еще один минус, почему не надо ездить в Азербайджан зимой, потому что мы ехали по ледово-снежному серпантину. Честно говоря, зрелище не для слабонервных. Потому что, кстати, взяли машину с водителем, потому что я бы, честно говоря, там, наверное, не смогла везти машину. Поселок Лагич. Он знаменит двумя вещами. Первое – это такой средневековый известный центр кустарного производства медной посуды. И она до сих пор там продается, ее можно купить. И второе – это сохранившийся в первозданном виде средневековый поселок. То есть там ничего не поменялось с 16-17 веков. Мощенные узкие улочки, площади, одно-двухэтажные каменные дома. Внизу находятся мастерские, наверху люди живут. Вода в дома не проведена. Люди ходят на родники, набирают воду. Поэтому мы то и дело встречали на улицах детей, в основном детей и женщин, которые несли ведра или большие канистры с водой. И опять же минус. Практически все мастерские были закрыты. Мало кто торговал, не сезон. И, в общем, надобности у ремесленников нет открывать и торговать, потому что очень мало покупателей. После Лагича мы поехали в еще один старинный город – Шеки. Раньше он был столицей Шекинского ханства. И с того времени там сохранился Шекинский дворец, крепость. И два караван-сарая. Ну, Шекинский дворец стоит посетить ради очень интересной росписи и очень красивых витражей. А крепость, ну, вы знаете, она и в Африке крепость. А вот караван-сарая мы даже остались ночевать. Там часть караван-сарая, там есть два караван-сарая. Верхний и нижний, мы остановились верхним. Вот часть верхнего караван-сарая отдана под гостиничный комплекс. И к чести хозяев этого комплекса они не стали делать евроремонт, а практически сохранили аутентичную обстановку. Ну, поставили современную мебель. Понятно, что сделали санузел. Но мы жили в комнате, хотя, наверное, скорее ее можно назвать кельей, жили в комнате, где останавливались торговцы, которые вели караваны по Великому Шелковому пути. И, кстати, вот верхний караван-сарай, он считается одним из самых больших постоялых дворов для торговых караванов за Кавказье. И там, в этой комнате, где мы остановились, там были такие могучие своды каменные, очень огромные такие подоконники, потому что толстые стены, и жутко-жутко холодно. Зимой там очень холодно, ничего не топится. И после того, как мы посетили основные достопримечательности, по-моему, это была финальная точка в нашем объедательном круизе. Мы отправились в ресторан. Это, видимо, главный ресторан на центральной площади. Я, честно говоря, не помню, как называется, но он единственный там, он стоит один на этой центральной площади. Вот будете, зайдите туда обязательно и передайте горячий привет хозяину этого ресторана, потому что он настолько гостеприимный, он настолько хлебосольный, такой приятный человек, хочется прямо сказать ему много-много теплых слов благодарности. И вот он нас накормил, так накормил. Я тут даже записала, потому что запомнить, что мы ели, это невозможно было. Сейчас я вам расскажу. Так, значит, сначала нам подали в качестве закуски белые огурцы, соленый лук и соленую алычу. Мы это поели. Потом нам принесли питье. Это такое чисто шикинское блюдо. Оно и первое, и второе одновременно. Оно состоит из нута, каштанов, что там еще добавляют, слива, бараниный лук. Ну, очень сытно, такое наваристое. Хозяину это показалось мало. И он принес ассорти из шашлыков. Там была бастурма, кебаб, баранины и индюк. И все. И добил окончательно и бесповоротно у нас азербайджанским чаем с вареньем из незрелых грецких орехов. В общем, это был последний выстрел. Когда я поняла, что от переедания можно реально умереть. Но в данном случае еда нам очень помогла, потому что с ее помощью мы согревались в этих холодных номерах караван-сарая. В общем, это была последняя точка в Азербайджане. Позже, на следующий день, мы вернулись в Баку и полетели домой. Что касается трат на это путешествие, мы потратили около 20 тысяч на человека за три дня. Рассказала вам о поездке в Азербайджан. Желаю вам также получать удовольствие от жизни, но за разумные деньги. Пока-пока.